У нас на сегодняшний день будет первым выступающим Сергей Варисович Немышов. И он не будет останавливаться на каких-то терминах и понятиях. В этом смысле мы по следующим, следующими выступлениями попробуем пройтись по задержанию и по жизненному типу данных. Но я бы хотел, чтобы мы держали такую рамку в течение всего сегодняшнего мероприятия. Каким образом мы сегодня принимаем решения, особенно связанные с цепочкой решений при организации предприятий, больших проектов, когда у нас много-много-много раз нам приходится принимать решения, связанные со сроками, с цифрами, с последовательностью каких-то этапов, на основании чего мы их принимаем. И как эта ситуация изменится при появлении в большом количестве цепровых платформ, о которых мы говорили, и каким образом это качественно повлияет на все экономические процессы. В большом количестве этих самых решений, которые нам приходится принимать в нашей экономической деятельности, мы очень часто подменяем понятия и принимаем решения на основе доступных нам данных. Но далеко не всегда эти данные полны, эти данные достоверны, эти данные актуальны. И мы их заменяем, мы научились это делать все вместе, заменять их различными аналитиками, информацией. Кто-то где-то как-то обрабатывал эти данные, предложил нам какие-то обобщенные коэффициенты. И мы научились с этим жить. Используем огромное количество подобных аналитик, в большой черете цепочек, на каждом из тактов, из которых нам приходится принимать решения. И даже отдаем себе отчет, какую итоговую погрешность мы вносим во всю нашу деятельность. Ну, так сложилось. Я думаю, что то, что мы сейчас используем в виде обозначения, когда мы управляем термин «специалист» в своем деле, это тот как раз человек, которому не нужно иметь в конкретный период времени большого количества актуальных достоверных данных, он на основе своего опыта может сделать какое-то осуждение. И мы привыкаем доверять таким людям. Давайте попробуем просто зафиксировать, что наши текущие знания верифицируются только в этом берегом треугольничке. Там, где мы сами можем проверить эти данные, связать те аналитики, которые нам представлены в виде облигации этих данных, и обратиться к данным, провалиться до данных транзакционных, неважно, каких данных. А все остальное мы делаем какие-то свои суждения, выводы на основе доступной нам информации, которые не всегда на самом деле, вообще в принципе, построены на данных. Либо построены на данных в абсолютно другой ситуации. Мы видим, когда на рынке регулируемых закупок, например, сегодня, есть такая процедура в подтверждении начальной минимальной цены контракта. Она прописана в документах. Мы с вами собираем. Она прописана в документах. Заказчик должен собрать там не менее трех предложений от поставщиков. То есть, таким образом, законодательно установлена формально эта процедура. В 99% случаев мы все понимаем, от каких поставщиков там появляются цены. Насколько они соответствуют действительности вообще, в принципе, реальному рынку. Но в силу того, что у нас нет тех самых инструментов верифицировать эти данные, у нас нет доступа к полным данным, Поэтому мы, как общество, в принципе, соглашаемся с использованием в том числе таких характеристик. Какую погрешность это вносит в итоговые траты госсектора? Ну, все понимают, что десятки процентов минимум всегда не переплачиваем за отсутствие этих самых достоверных полных данных. Это тоже не академическая картинка. Но мы пытались объяснить, что данные обладают некоторыми бессмойствами. Актуальность, достоверность, полнота и доступность. И вот только их полное пересечение дает некую исчислимость, когда мы можем на них определиться и алгоритмически высчитать все то, что нас интересует по этим данным. Ситуация создания цифровой экономики, создания цифровых платформ, площадь этого пересечения будет расти в связи с тем, что платформы собирают эти данные, умеют их верифицировать, актуализировать, складывать базы данных, реализировать те бизнес-процессы, которые связаны с повышенной поверхностью данных, внутри самой деятельности. Вот как куда-то сюда мы стремимся в этом горизонте в ближайшие 15-20 лет, в течение которого идет эта самая платформизация в большинстве отраслей большей камеры. На этом я остановлюсь, отдам слово Сергею Валерьевичу Чернышеву, но прошу просто удерживать эту рамочку в наших рассуждениях сегодняшних. И вернемся в конце, после выступления Сергея Валерьевича, еще раз к этой теме более подробно.